Устраивал ли имам Хусейн алейсалам восстание и революции против своих убийц? Если устраивал, то какие исторические факты вы можете привести? Верно ли, что восстанием является цель захватить власть или оно подразумевает под собой другое определение? Итак, начнем с того, что вообще есть восстание. Восстание – это попытка свергнуть власть. Действия нацелены на свержение власти. И, насколько я понимаю, оно более широкое, чем захват власти. Потому что свержение власти может быть как с целью захвата власти, так и без цели захватить власть. Это что касается того, что означает восстание. А теперь по поводу того, поднимал ли его святлость имам Хусейн алейсалам восстание и революцию. В речах его святлости имам Хусейн алейсалам имеется ясное указание на это. Его святлость имам Хусейн алейсалам в одной из своих речей сказал Харачту является аналогом восстания. Слово Харачту используется в тех случаях, когда человек совершает восстание против власти, например. Имам Хусейн алейсалам говорит, что и на махарачту, что я поднял восстание для того, чтобы потребовать исправления в уме моего деда. Но при этом необходимо заметить, что восстание имам Хусейн алейсалам было направлено не только против какой-то определенной личности. Его восстание является более многогранным, более глубоким, более обширным явлением, чем просто восстание и революция против какой-то определенной власти или какого-то определенного человека. Это восстание против определенных ценностей, против определенных идеалов в первую очередь. Хотя, конечно же, имам Хусейн алейсалам восстал в том числе и против определенного человека, какой он был, езид. И это явствует из другой речи его светлости, имам Хусейн алейсалам в которой его светлость изволила сказать Имам Хусейн алейсалам изволил сказать, что необходимо попрощаться с исламом, если во главе исламской общины станет такой руководитель, как езид. Такой, как езид. То есть здесь восстание было как определенного человека, так и против ценностей, ибо езид это не какая-то просто определенная личность, это человек, который исповедовал определенные ценности и идеалы. Именно поэтому имам Хусейн алейсалам говорит, что человек подобный, как езид. Кто бы не пришел к власти с такими идеалами и ценностями, как езид, имам Хусейн алейсалам поднял бы восстание против этого. Это с одной точки зрения, это один исторический факт, который свидетельствует о том, что имам Хусейн алейсалам поднял восстание и революцию. Но есть и другой факт, другой исторический факт. Как мы все прекрасно знаем, его светлость имам Сейн, когда получил письма от куфийцев, его светлость отправил в Куфу, его светлость Муслим ибн Акиль. И Муслим ибн Акиль должен был совершить две миссии. На него возложено было две миссии. С одной стороны, подтвердить, на самом ли деле куфийцы полны решимости встать за спиной имама Хусейна, принять его в качестве своего руководителя и правителя. И Муслим, отправившись в Куфу, выяснил это и написал письмо имам Хусейна, со следующим содержанием, что да, они готовы, приезжай, приезжай вы, они готовы стать под твое руководство, приезжай. И помимо этого, говорится о том, что Муслим ибн Акиль взял присягу куфийцев. Куфийцы присягали муслим ибн Акиль. То есть, как наместнику имама Хусейна, как посланнику имама Хусейна. То есть, они присягали через муслим ибн Акиля, присягали его светлости имама Хусейна. И здесь, в исторических документах фигуруют разные цифры. В некоторых говорится, что 12 тысяч человек присягнуло муслиму. В других, наибольшая цифра – это 30 тысяч. То есть, от 12 до 30 тысяч человек присягнуло муслим ибн Акилю. То есть, что это, если не восстание? Принятие присяги у людей. Что это, кроме как восстание, революция и захват власти? Попытка отнять власть у езида, взять власть в свои руки. Что это еще? Конечно же, совершенно очевидно, что это есть самое, что они на есть, революция и восстание. Поэтому, если кто-то говорит, что имам Хусейна не намеревался взять власть в свои руки, то это человек невежда. Почему? Потому что исторические факты свидетельствуют яснейшим образом об обратном. В частности, это присяга куфийцев, имама Хусейна через муслима. И помимо этого, зачем имам Хусейна отправился в Куфу, в сторону Куфы? Зачем он туда направился? Куфийцы приглашали его в качестве своего правителя и своего амира, в качестве своего руководителя. И имам Хусейна, алей-салат-васалам, отправившись туда, уже принял эту ответственность на себя. Поэтому совершенно очевидно, что имам Хусейна, алей-салат-васалам, поднял восстание. Но при этом необходимо заметить, что, как я говорил ранее, восстание имам Хусейна, алей-салат-васалам, его революция, является намного более глубоким явлением, намного более многогранным явлением. И поэтому все то, что мы сказали, это всего лишь одна сторона того, что сделал имам Хусейна, алей-салат-васалам. Это всего лишь, то есть это немножко такой даже более поверхностный. То есть если углубиться, то то, что сделал имам Хусейна, алей-салат-васалам, нельзя описать вот тем, что мы сказали. Намного все было многограннее, намного все было глубже. В некоторых передачах мы некоторые грани, некоторые проявления восстания имам Хусейна, алей-салат-васалам, мы разъяснили. И эти передачи имеются у нас на канале Доводы на Ютубе. Если есть желание более подробно ознакомиться вообще, что из себя представляло восстание и революция имам Хусейна, алей-салат-васалам, то обратитесь к этим передачам. Продолжение следует...